Друзья, всем большой привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. Сегодня продолжаю снимать видео про свои запасы, запасы 24 года. В этом видео покажу гели для душа. У меня довольно большая коллекция. Не скажу, что их прям очень много, но тем не менее есть что вам показать. Вы спрашивали, где я храню свои запасы, в чем я храню. Все свои гели для душа я храню в таких корзинах. У меня 4 корзины. Они очень большие, объемные. В этих корзинах я помещаю гели, большие, средние, поменьше. И таким вот образом храню. Поэтому с моими гелями все нормально, они в целости и сохранности. Давайте начнем с больших объемов. У меня 2 геля от компании Дуру. Было больше. Я Дуру когда-то собирала, перепробовала тоже много разных линеек. В данном случае у меня Жасмин Амбра и Орхидея. Очень нравится красивое оформление, нравятся ароматы. Ароматы яркие, стойкие, привлекательные. Здесь у нас 450 мл объемы. Из больших покажу вам Невея. Увлажнение и забота с ценным маслом миндаля. Тоже 500 мл. Получала в подарок. Также у меня есть Лепетит Марселье. Кремовая текстура. Написано, что это молоко. Но на самом деле потрясающий аромат хлопка. Чистоты, свежести и нежности. Фитокосметик. Один гель. Цветки и нероли и масло ванили. Ароматерапия. Здесь аж 520 мл. Но удобно, что есть помпо-дозатор. Он тоже далеко не первый. И я, наверное, перепробовала все гели от Фитокосметик. Но постепенно стала их выводить из своих запасов. Планета Органика. Кокосовое молочко и Фиджи. Очень красивое исполнение. Тоже с помпо-дозатором. Здесь объем 500 мл. Тоже такое красивое, поднимающее настроение. 400 мл декора Урбан Фит. Остался у меня один. Раньше тоже было их несколько. Сейчас постепенно обновляю коллекцию. Старичков вывожу. Здесь такой аромат сливочного йогурта. Йогурта с витаминами, с грейпфрутом и дыней. Компания Экс. Гель для души. Бергамот и вербена. Здесь 400 мл. Совершенно потрясающий аромат. Даже кто бы мог подумать. Казалось бы, довольно бюджетный. Но аромат переден великолепно. Здесь такое разнотравие. Зеленые травы, цветы луговые. Очень приятный аромат. Компания Польская. Жая Китс. Вообще это идет пена для ванны. Гель для душа. Два в одном. Но я буду использовать только как гель для душа. Потому что аромат очень приятный. 500 мл. Такой он жизнерадостный. Жизнеутверждающий. Компания Свобода. Тоже перепробовала в свое время все виды. Сейчас у меня сочная манго и сливочный кофе. Сливочный кофе покупаю второй раз. Потому что аромат очень такой нежный. Действительно кофейного напитка. Где много молока. Много ванили. В общем очень приятный. И объемы здесь 430 мл. Такие вот прям тоже хорошие. Не маленькие. Давайте из больших объемов также вам покажу Фа Мэн. Кофейные зерна. Два в одном. Очень такой большой. 400 мл. У нас по-моему на полочках сейчас не представлены большие объемы Фа. Они идут по-моему все стандартные. 250 мл. А это мне еще удалось купить в таком большом объеме. Что касается Фа. У меня не сказать что много. Но есть из линейки Фа Мэн Ночи и Панемы. С экстрактом Гуараны. Также у меня есть Сила Вулкана. Энергичный дерзкий аромат. Энергия Полинезии. Недавняя моя покупка. Фа Мэн. Красное дерево. Чувственный аромат. Кедр и винтажный виски. И остались три геля из обычной коллекции. Два кремовых Фа. Согрейся в термах Камчатки. Какао. Чувственный крем-гель. Дайкири. Манго. Недавняя моя покупка этого лета. И гелевый из линейки Пюр. Аромат персика и личи. С Фа мы закончили. Обратите внимание. Мужские написаны по-английски. А вот и два последних уже по-русски. То есть Фа уже написано по-русски. Один единственный скучающий гель от компании Дафф. Фруктовый крем. Это их последняя коллекция. В линейке два геля. Но вот этот мне достался в подарок. Честно скажу, не особо мне нравится. Больше я Даффа в своей коллекции не имею. Давайте дальше покажу больших и таких мощных представителей. Которые недавно у меня появились. Которым я очень рада. Это компания Польская Юлин. Это молоко и апельсин. 400 мл. Аромат великолепный просто. Это киви и личи. И третий гель, который есть у меня Папайя и Манго. Их в линейке больше. Но вот я решила остановиться на трех. Что касается польских производителей. Сейчас у меня в коллекции от компании Джоанна из линейки Натурия с грейпфрутом. Один представитель. Раньше было их очень много. Но вот сейчас остался он один. Потом, конечно, буду пополнять запасы. Также от польского бренда Джоанна у меня два геля. Это марципановые конфеты. И ароматный пряник. Конечно, я их оставлю на зиму. Они такие очень вкусные. Очень гурманские. Потрясающие ароматы. У меня тоже из этой линейки. В цветке были очень много разных гелей. Они все потрясающие. Кроме одного. Такого прозрачного. Гели для душа от Фаберлика. У меня один. Самбо Дель Рио. Мне его дарила подруга. Она занимается Фаберлик. Я сама Фаберлик не заказываю. Не покупаю. Никакого интереса к каталожной косметике не испытываю. Поэтому в моих видео вы каталожную косметику не найдете. Давайте дальше. Большие объемы. У нас Дольче Мэн. У меня Дольче Мэн 2 геля. Сейчас один в запасах вредной привычки. Табак Ваниль. Потрясающий аромат. Здесь 460 мл. И вы видели в видео уход на сентябрь. Стоит в ванне ванила с текилой. Тоже нравится. 400 мл. Компании Deep Fresh. Feel Power. Это такой унисекс аромат. Подходит и мужчинам, и женщинам на утреннее применение. Он такой бодрящий. Очень приятный. Тоже много решила не покупать. Знаете, девочки, мне не хочется, например, собирать всю линейку Deep Fresh. Например, 6 видов, все их 6 покупать. Мне так неинтересно. Мне нравится, когда разные баночки, разные упаковочки. Какие-то прозрачные, какие-то матовые, какие-то вытянутые, какие-то более плоские. Вот мне нравится разнообразие. Одно и то же я покупать не хочу. Одни и те же марки. L'Oreal Man Expert. Смотрите, какая красивая упаковка. Это 300 мл. Такой большой объем. Гель для душа бодрящий. Потрясающий аромат. Прямо одно наслаждение на него смотреть. С утра очень хорошо будет подлить, поднимать настроение. Компания Malice 300 мл орган и ваниль. Он такой вечерний, такой шлейфовый, окутывающий, согревающий. Тоже пойдет у меня на зиму. Давайте покажу вам красивый, очень красивый гель, который буду брать в использование уже скоро. Это компания Romox. Я так понимаю, Белоруссия. Смотрите, какая красивая упаковка. Если бы была возможность, я бы, наверное, купила побольше. Но у меня один представитель. Это Candy Ledency. Очень красивый. Такой вот прям барбишный. Давайте, может быть, его поближе поставим, чтобы был хорошо виден. Теперь вам покажу тоже недавнее мое приобретение. Это корейский производитель Verma 9PM. Парфюмированный гель-крем для душа. Написано здесь аромат. И он такой тоже расслабляющий, вечерний. Прямо вот красивый. Единственное, мне не очень нравится, когда гели для душа в таком исполнении. Неудобно открывать. Все вытекает. Здесь пачкается. Поэтому, как вы заметили, в основном у меня все в таком вот формате открываются сверху. Компания Neutral. Тоже недавно я решила с ней познакомиться. И решила остановиться на аромате белый мускус. Здесь мускус очень хорошо обыгран. Он не грубый, не жесткий, не бьющий в нос. Он такой спокойный, разбавленный, нейтральный. Я люблю мускус. Мне нравится иногда. И вот поэтому он у меня есть в коллекции. Что касается мускуса. У меня мускус еще представлен компанией Felch Azur. Белый мускус. 250 мл. Очень красивая упаковочка. Такая рифленая. Мне нравится, как знаете, играть с ней. Плюс, конечно, здесь аромат более такой энергичный. Более тяжелый. Кроме меня, этим ароматом никто не пользуется. Мои домашние говорят, ой, это какой-то ужас. Мы таким не хотим использовать. А я говорю, ну хорошо, не хотите, мне больше достанется. Он такой своеобразный. Знаете, какой-то бабушкин сундук. Какие-то ретро вещи. Какой-то магазин старинных вещей. Вот что-то такое навеивает. Ну, интересный аромат. И от Felch Azur у меня еще в гелевой консистенции. Это акватическая мята, это лед, это свежесть, это бодрость. Оставлю обязательно на лето его. Давайте покажу вам гели от компании Balea. У меня 4 геля в коллекции. Это молоко и мед. Стандартная версия. Лимитка. Мандарин и ваниль. Я его, скорее всего, оставлю на зиму. Также у меня есть вишня сандаловое дерево. Вот это очень восхитительный, обворожительный аромат. И бодрящий аромат розового помела. Это тоже была Алимитка, Бейла Чао. Вот эти ароматы великолепные. К Balea я отношусь положительно. Мне нравится упаковка. Мне нравится то, что они очень красивые. Единственное, если бы они были более доступны, то, мне кажется, я бы больше покупала. А так вот, ну, увижу, покупаю, если что-то меня заинтересует. Но давайте, наверное, вот сюда его поставлю, чтобы побольше всего поместилось. Покажу вам очень красивый гель Edem Garden. Твой дивный сад. У нас он широко представлен в магазинах. Стоит он довольно бюджетно. Но не стала я много набирать, потому что здесь и объем 350 мл. Шоколадное дерево, масло какао. Соколой вера, пантенол, компоненты из Германии. А изготовитель у нас Воронеж. Ничего себе. Ладно. Аромат, в принципе, приятный, такой повседневный. Но больше всего меня, конечно, заинтересовала упаковка. Уж очень она красивая. Поднимает настроение. Давайте покажу свою коллекцию полмолив. Раньше у меня, вот я пересматриваю свои прошлые видео про гели. Раньше у меня полмолива, наверное, штук 15 было. Да, сейчас, конечно, все ушло. И полмолив ушел. И мои запасы немножечко стали заканчиваться. Но, тем не менее, пока у меня есть два геля из линейки Memories of Nature. Это цветы. Это цветы в разных проявлениях. Два этих геля чем-то похожи, чем-то отличаются. Они очень вкусные, ароматные. Абсолютно летние и поднимающие настроение. Классные гели. Также из линейки Aroma настроения. Твой массаж с солью мертвого моря. С микрочастицами. Из линейки Gourmet Spa кокосовое молочко. Это вот получается четыре. Пятый это с ароматом кокоса и сирени. Очень необычный аромат. Это пятый. И шестой полмолив. Men природный уголь. Все. На этом мои полмолишки закончились. Хотя я очень люблю эту компанию. Считаю, что она самая для меня интересная была. Но вот сейчас, к сожалению, буду присматриваться к чему-то другому. Компания Freely. Гели для душа с экстрактом ракуя и с экстрактом меда и овса. Купила их этим летом. Купила в магазине Lenta. Понравились они мне по ароматам из упаковки. Как будет по качеству, не знаю. Но в любом случае, если не понравится, то использую как пену для ванны. Линейка Kamei у меня полностью обновилась. Сейчас остался только один представитель. Это купаж цветочных масел. Мне в свое время дарили с розой. Но розу я не люблю в косметике. Поэтому я розу всю вывела, подарила. В общем, ее куда-то ликвидировала. И вот себе купила новый розовый грейпфрут и манго. Здесь очень хороший срок годности до 9-го, 26-го. Аромат мне нравится. Правда, бутылочка такая простоватая. Но ладно, пусть будет так. Компания Nidra. Пена молочко для душа с миндальным молоком. Очень она нейтрально приятная, деликатная. Я еще хочу попробовать от компании Nidra. Гель для интимной гиены. Его хвалят. Вот если увижу, то обязательно куплю. А пока у меня только один гель. Остался у меня от компании Belita Bubble Moment освежающий лимон. Здесь, смотрите, такая лама вся в пене лежит у нас. Купается. 300 мл. Как-то я про него забыла. Надо бы его, конечно, было летом использовать. Но ладно. Подумаю, что с ним делать. Компания Я самая. Фужерный аромат. Тубероза, жасминной роли. Ну, здесь обещания, конечно, очень-очень хорошие. Но по факту, давайте вспомним. Ну, по факту, я бы не сказала, что прям очень яркий аромат. Он такой нежный, нежно-пудровый. Такой вот немножечко разбавленный. Ну, попробую. Посмотрим. Может быть и ничего будет. Один-единственный остался гель от компании Bayou. Это французская марка. Кокосы Манои. Он самый вкусный. Но я его оставила напоследок, чтобы им насладиться. Тоже в свое время они продавались в золотом яблоке. Потом они просто исчезли. Мое недавнее приобретение. Это компания Хобби. Турецкий бренд. Fresh Care. Это кремовые оболочки. Разные ягоды. Черная смородина, красная смородина, малина, ежевика. Все вместе очень получилось вкусненько. Компания Испанская. Институт Испаньол. Кремовый гель для душа. Очень хочется попробовать это зимой. Аромат у него приятный. С маслом карите. Посмотрим, как будет работать. Как будет раскрываться. Два геля у меня осталось в коллекции от Каташ. Это яблоко в карамели. 250 мл. И холодный кофе. Холодный кофе у нас идет для мужчин. Яблоко в карамели хочу оставить. Тоже ближе к Рождеству, к Новому году. Красивые бутылечки такие вот пузатенькие. Видите, в женской версии вот так открывается. Ой, какой аромат. Потрясающий. А в мужской версии вот таким вот образом открывается. Мне они нравятся. Тоже у меня было их много-много в свое время. Но вот сейчас сначала они резко подорожали. А вот сейчас не везде их встретишь, скажем так. Давайте покажу гели, которые тоже я обновила. В своей коллекции это ААКС. Сила джунгли с дикими лесами Амазонии. И сила технологии с искусственным интеллектом. Ароматы необычные, яркие, динамичные, приятные, взрывные. Поднимающие настроение. Плюс упаковка красивая. Плюс они цветные. Поэтому все факторы на то сработали, чтобы я их приобрела. И остался у меня гель для душа, кожи и печеньки. Тоже хочу его пустить уже в этом сезоне. Он такой красивый. Аромат у него прям очень яркий. Остается на теле. То, что нужно. Я ААКС недавно приобрела два малыша по 100 мл. В общей сложности 200 мл. Эпичная свежесть. Очень мне понравились. Они прям классные. Я даже не ожидала, что они мне так сильно понравятся. От компании Оуш я приобрела кофе-кейк. Кажется, что это какая-то иностранная компания. На самом деле производитель паритет. Город Санкт-Петербург. Сладкий кофейный аромат с нотками молока и ванили. Сейчас я вспомню этот аромат. Покупала я его. Ой, он такой, знаете, есть пирожное, пропитанное сиропом. Очень-очень сладкое пирожное. Вот что-то здесь такое ликерно-сладкое. Кофе с ликером, может быть так. Прямо 100% кофейного аромата я не слышу. Но приятный. Также у меня есть два геля от компании Иф Роше. Один большой я использовала летом с мятой. А сейчас вот оставила на зиму и на весну в объеме 200 мл. Вот этот у меня пойдет на зиму. Он абсолютно обворожительный, зимние пряности. Хочу взять его, может быть, в начале декабря и наслаждаться. А этот у нас овес и гречиха. Такой плотный, питательный, согревающий. Такой теплый аромат пойдет у меня на весну. Также завалялся малыш от компании Эйвен Сенсис. Вообще это пена для ванны. Мне тоже дарила подруга. Но я буду использовать, скорее всего, как гель для душа. Потому что здесь опять-таки белый мускус. И он мне очень нравится. И последний гель, который тоже появился у меня в этом сезоне. Яркий, дерзкий. Organic Shop Blackwood Immint. Освежающий. Он гелевый. Такая тоже красивая упаковка. Попадался в наборе. Вот такая коллекция гелей для душа. Мне кажется, что она не большая, не маленькая. Есть из чего выбрать. Мне нравится, что у меня нету старичков. У меня постоянно идет обновление. Постоянная ротация. Поэтому я этим очень осталась довольна. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем желаю отличного настроения. Всем пока-пока.